Сегодня в России день работника культуры. В Чувашии в этот день отмечают и 85-летие самого ведомства. Оно было создано в 1936 году, однако сама отрасль начала формироваться намного раньше, одновременно с созданием Чувашской автономной области. Цветы, аплодисменты, искренние улыбки – обязательные атрибуты любого культурного события. Независимо, спектакль это, вернисаж, концерт хорового коллектива или модный в последнее время флешмоб. Сегодня на культурной карте республики более 1100 различных учреждений культуры, и их работа невозможна без поддержки министерства. В далекие 20-е годы на развитие культуры обращали не так много внимания, поскольку приходилось бороться с интервенцией, неграмотностью, голодом. Но именно в то время, благодаря стараниям подвижников, был заложен основательный фундамент будущей отрасли. Мы сегодня можем без ложной скромности заявить, что культурное строительство – это важнейшее достижение Чувашии. За короткий период времени были созданы практически все профессиональные формы культуры. Вспомним некоторые факты. К концу 1918 года в Цивильском, Чебоксарском и Ядринском уездах имелось 31 народный дом, 97 библиотек, клубов и испчитали. А к 1940 году в республике уже было 905 клубных учреждений, 858 массовых библиотек, 4 музеи, 6 театров, в том числе 3 колхозных. Впрочем, каждый из периодов развития культуры и искусства в Чувашии запомнился чем-то важным и значимым. Наше время отмечено реализацией разных программ и проектов, посвященных модернизации отрасли, внедрением новых форм и форматов. И пусть 2020 год стал едва ли не самым сложным, вызов принят достойно. Работники культуры и профессионального искусства еще раз показали – они действительно служат высоким идеям и гармонии.